В предыдущих сериях Джон оставил исследовательскую лабораторию профессора Оука. Здесь, в городе Палет, Джон получил вещь «Городская карта». Здесь, в городе Вередиан, Джон получил вещь «Обучающий телевизор». На дороге 22 он столкнулся с Сквиртом Блю вместе с Чармандером и разорвал его. И Джон сохранил игру в этой локации «Город Вередиан». Итак, продолжаем проходить «Покемон FireRed». Надо не забывать, конечно, что это именно эта игра, а не «Покемон Икс». Каждый раз переучивать себя надо. Итак, мы, конечно, только начали свой путь. Никуда ещё особо не ушли, поэтому не стоит заморачиваться и просто идти дальше. Дорога 2. Я прокачал своего Чармандерча, который ценного на два уровня, так что теперь ему будет немножко легче драться, наверное. Теоретически, разумеется. Можно было бы его, по сути, докачать и до эволюции сразу же. Ну да ладно, уж, всё в порядку. Это будет слишком нечестно, я так думаю, если я уже с самого начала игры сразу с эволюцией. Благо, что на этом эмуляторе есть очень такая вкусная опция, полезненькая, так сказать. Возможность в любой момент включить суперускорение эмуляции, и игра будет настолько быстро идти, что можно накачивать себе уровень буквально за считанные минуты. Так сказать, наверное, пока что особо заниматься не стану, так что ладно, пускай будет по-честному. Ратата может быть маленькая, но не дооценивай её, маленький укус. Ты уже поймал одну? Конечно поймал. И что? Ты даже не дашь мне ничего за это? Эх, ну ладно. Конечно, это первая игра, поэтому не стоит ничего требовать интересного. Ты идёшь в регионский лес? Это прямо-таки лабиринт там. Будь осторожен и не потеряйся. Ну хорошо, хорошо. Белый лабиринт, это так каждый раз хватает. Правда, боюсь, что в этот раз мне никто не поможет. О, заставочки даже есть. Красотища. Я пришёл сюда с друзьями, чтобы понимать нам, некоторых жуков-покемонов. Они все закаляются в покемонских битвах или типа того. Ну ладно. Так, блин, надо игнорировать эти таблички уже. Такс. Первый лес. Разумеется, как по стандарту у нас встречать будут исключительно всякие там ловцы жуков и прочие мелкие придурки и бездари. Ну, я уже понятное дело даже не знаю, что сказать до самого начала. Разумеется, всё это то же самое. Всё это мы уже видели. Хм. И стоит, конечно же, ныкаться по углам. Именно стоит ныкаться по углам и искать танишки, как обычно. Потому что Индем Файдера у нас нет и, скорее всего, не будет. Он уже появляется, если мне не изменяет память в Эмералде. Или нет. Или появляется только уже в Хёрд Голд. А, не помню уже совершенно. Ладно. Фиг с ним. За допыки мозга игрой уже просто забываешь другую. Разумеется, я уже проходил в Файер Ред, проходил в Эмералде, Хёрд Голд, Блэк Двай. Разумеется, все эти впечатления тут вытесняют. Поэтому ничего страшного, если я что-то забываю. Так. Лабиринт, говорите? Ну ладно. Блин. Не люблю, конечно, идти в эту огромную травищу. Надеюсь, что-то подобрать. Но приходится. Чёрт. Как минимум один раз удача всё равно тебе изменит и кто-нибудь да выскочит. Ну пока что, конечно, париться незачем. Благо, что в самом начале мой выбор был оправдан. Если бы я выбрал сейчас, например, Бульбазавр, мне было бы тяжеловато просто драться с этими жуками. Ну, как сказать, тяжеловато. С учётом моего уровня и их уровня, конечно, навряд это было бы тяжеловато. Ну, в общем, да. Не надо нагнетать атмосферу там, где это не нужно. Трудновато, может быть, драться только с гейм-лидерами, по сути. Потому что, если ты взял неэффективного покемона, то, разумеется, у тебя будут проблемы. И сильные проблемы. Но от этого, опять же, спасает раскачка заранее. Ух ты, нифига себе. Просто рандомно нажал на дерево и нашёл антидот. Ничего себе тут вещи, однако. Походу, мне придётся сверяться за Бульбапедией после каждой серии. И искать скрытые ништики, которые я не найду сам вот так вот. Потому что это, конечно, блин, просто нечестно будет, если что-то упущу. Я же люблю собирать вещи, даже если я их не использую. Да и тем более, всё равно время от времени нужно использовать в самом начале игры, по крайней мере. Пока покемон не раскачан. Опа. Ну, что там интересненько лежит. Ах, блин. Ловушка здесь лежит ещё одна. Эх. Ну, видлы, конечно, не то, чтобы сильная угроза, но задержка всё-таки. Но, по крайней мере, я в любом случае рад, что здесь действительно быстро и легко идут битвы. Не тратить слишком много времени на... Ой, нифига себе. И до битвы, конечно, плохо. Не тратить слишком много времени на спецэффекты и всякое прочее. Всё достаточно просто. Именно поэтому битвы проходят легко, быстро. И они не дадут... Тьфу, извиняюсь. Не надоедают так, как в других играх. Вот в чём дело. Это, разумеется, в плюс. Даже несмотря на весь простенький микрофон и так далее. Хотя всё равно простеньким я его так называть-то не хочу. Мне всё равно он нравится. Даже несмотря на то, что это 2004 год и эпоха мегадрайвов уже отжила себя давным-давно. Ну да ладно. Так, блин, нужно было, наверное, бить наверняка всё-таки. Я просто экономлю свои огненные атаки, как я это обычно делаю. Попытаюсь экономить ПП до самого конца, даже если это особо не нужно. Так, ну ладно. По крайней мере, с моим чермандером гораздо проще мне, чем Эшу Кичуму. Такс, по крайней мере, если он у меня эволюционирует, то всё равно будет меня служиться, так сказать. Что, это не враг, разве? Я ожидал драки. Я бросал покеболы, чтобы поймать покемона, и я... Они закончились. Вот почему ты никогда не можешь иметь слишком много покеболов. Конечно, можешь, главное, чтобы у тебя денег хватило на всё это дело. Правда, здесь, разумеется, ограничен кошелёк, поэтому надо это учитывать. Я не смогу набрать слишком много всего. И слишком много денег. Эй, у тебя есть покемон, давай. Давай подерёмся с ними. Лучше бы ты сам со мной подрался, я бы тебе просто набил морду чем-нибудь потяжелее, да и всё. Это было как раз веселее, чем мучить наших покемонов несчастных. Такс, ну ладно. Что поделать? Команда Плазма ещё даже не родилась, по сути. Ещё, наверное, даже Энн, маленький ребёночек. Хотя, правда, на самом-то деле, игры различаются регионами, но время там, разумеется, не указано нигде, потому что в последующих играх, разумеется, упоминаются. Профессор Рок, Профессор Роуин и так далее, поэтому фиг знает, сколько времени проходит между каждой игрой, или она вообще не проходит, может быть, а всё происходит одновременно. Ну, кроме, разумеется, Блэк 2, потому что там полностью сиквел, так сказать, со всеми вытекающими. Так. Давай-давай, уровень побольше, побольше опыта и так далее. Это всегда будет хорошо. Нет, катерпи, не может, не смог через это проломиться, типа того. Или взломать это. Ш, ты спугнёшь жуков. В другой раз, хорошо? Что, и всё, что ли? Всё, что ты можешь мне сказать после этой битвы, горячий? Так, ну ладно, фиг с тобой. Ай, блин, зачем попёрся в эту траву? Так, ну хорошо. Кстати говоря, я хотел отметить то, что у меня там внизу уже находятся иконочки главных злодеев в основной покемотской серии. Не всех, конечно же, злодеев, а большей части, например, здесь не хватает злодея из... Как он это называл? Из Хёрд Голда, как раз-таки, где тоже... Так, ну ладно, не будем уже спойлерить. На том случае, если кто-то, кто может смотреть это видео, не играл покемонов, что маловероятно, конечно же. Ну да ладно. Так. Левел ап. И пока что, если не ошибаюсь, да, всё то же самое. Атака, специальная атака на одном уровне в целом. Метал Клоу, нихрена себе. Такая атака уже сама по себе звучит охренительно. Метал Клоу. Ну ладно. Будем надеяться, что это хороший знак, что наш Чаймандер сразу выучивает такие хорошие вещи. Йоу, ты не можешь просто... Свалите, если ты покемонский тренер. Или просто... А, ладно, понятно, короче говоря. Что они от меня хотят. Они хотят отдать мне свои денежки. Я, разумеется, не могу ничего по этому поводу сказать. Хотите отдавать? Разумеется, только за. Благо, что у Чаймандера прекрасное преимущество. Метал Клоу. Хотя это довольно слабая вещь. 35 пп, очевидно, что она бьёт единиц 20 урона или типа того. Ну ладно, хрен с ней. Ещё надо только вспомнить, против кого эффективно сталь. Против скал эффективно сталь. Против скал, если я не ошибаюсь, конечно же. Хммм... Да это хорошая новость, кстати говоря. Такс, будем держать её в уме. Ну ладно. Пока что, разумеется, не особо важно, чем я атакую. На самых первых уровнях главное это сам уровень. Потому что с ним можно бить хоть обычным скрэчем, разносить себя в клочья. Так. Одни и те же лица. Какуна. Мог бы тогда уж и эволюцию предъявить. Бидрилла. Так. В которого превращается в итоге Видл. Ну хотя да, это, по-другому, конечно, было слишком жестоко. С самого начала напускать на меня финальную эволюцию каких-то покемонов. Такс. Готов. А? Мне закончились покемоны. Поймай ещё, ё-моё. Вообще, зачем их нужны? Зачем нужны сачки, если они ловят покеболами? Я не понимаю эту логику странную. Это просто воняет. Я поймаю кого-нибудь посильнее. Ну, стингс. Это же стингера воню вроде как. Или типа того. И у меня, конечно, мой английский довольно плохо. Это так, знаете. Так. И всё, что ли? Это был весь лес? Чё-то какой-то скромный лес, я бы сказал. Ну ладно, фиг с ним. Если что-то упустил, я тогда уже пройду это за пределами нацплея. Ничего страшного. Так. Главное драться с всеми тренерами. Тогда игра будет не шибко сложна. Я это уже убедился в этом. Антитут прямо на дороге лежит. Что за неряхи здесь вообще живут? Хотя нет, лес ещё не закончился. Так. Ну, неряхи это не то слово определённо. Можно так вот просто идти и на дорогу ронять вещи. Неглядь, я так сказать. Странные вы все, конечно. Ну, какая-то я в тупике дую или нет? Может быть, я и маленький, но я... Мне не нравится это. Не понравится, если ты будешь со мной прост. Ну, если ты будешь мне поддаваться, типа того. Как будто я собираюсь ему поддаваться. Очередной шпендрик клонированный. Без каких-либо уникальностей. Вот зовут его Антошка. Чисто русское имя. Ну, ничего страшного. Кого-то волнует. На, сгори. Так. Конечно, я мог бы попытаться упоминать то, что видел в аниме и так далее. Но всё-таки аниме это немного отдельная вещь со своим каноном и так далее. Левел ап. Так. Например, в аниме даже есть оружие в гнестрее для и танки. Чего нет. В общем-то, в любых сезонах аниме, кроме первого. И чего, разумеется, нет в играх. Поэтому сразу, конечно, очевидно, что слишком много всего разного. Несмотря на общую тематику. И, по сути, копипасту, разумеется, аниме всё равно много копирует игры. Поэтому, разумеется, о нём не стоит рассказывать. Слишком много. Ох, буууу. Ничто не прошло правильно. И типа того. Ну, хорошо, хорошо. Я потерял немного моего чего-то там допуска. И что? Странное слово. Да хрен с ним. Так. Эм. Это я, получается, по кругу пошёл. Понятно, понятно. Значит, можно идти просто вниз. Я просто не люблю плутать. Тем более, по 50 раз натакаться на одни и те же рожи. Поэтому приходится раздумывать, куда же я иду. К сожалению, бегать я не могу. Я до сих пор не получил бегущие кроссовки. Я надеюсь, что они вообще в этой игре есть. Потому что пешком ходить, это отвратительно уныло. Ты знал, что покемоны эволюционируют? Нифига себе, он не застал врасплох этим вопросом. Он просто заставил меня сойти с ума. Очевидно, что просто сразу началась битва без объявления войны. Ой, дебилизм. О, Метапозик, который в итоге эволюционирует в няшку Баттерфри. Такс. Ну, я, конечно, хоть и люблю многих покемонов отдельных, но всё-таки не стоит заморачиваться с этим и ловить их всех просто потому, что они такие няшки и так далее. Потому что не такие няшки, их может ловить покемон Икс, потому что их там можно потискать и покормить. Здесь пока что, разумеется, ничего подобного нет. Всего лишь всё взаимодействие с покемоном, только статистика под названием Дружба, которая накапливается, если покемона поднимать в уровне, кормить его витаминками. Такс. Ну, в общем, всё, так сказать, просто. Покемоны всё равно оружие и инструменты, не более того, к сожалению. Такс. Хотя, в принципе, чего я хочу, это же просто игра на геймплей, в самом деле. Какой-то может быть моральный выбор и так далее. Хотя морального выбора и на ДС нету, и на 3ДС нету, но там, по крайней мере, моральные вопросы поднимаются хотя бы, в отличие от этого места. Ох, я проиграл. А здесь никого не волнует, пожалуйста, используйте покемонов, кушайте их и так далее. Покемонские жуки эволюционируют быстро, они довольно весёлые. Ну, понятное дело, они всё равно даже в финальной эволюции остаются слабенькими, поэтому не стоит на это рассчитывать, разумеется. Я жуками никогда не увлекаюсь именно поэтому, потому что они всё равно остаются довольно-таки простенькими. Хотя у них, конечно, есть уникальные хорошие мувы, и тем более они не ко всему лезвимы. Ну, это всё равно лишь мелочи, я считаю, так что уж хрен с ним. Так. Уже скоро будет ещё один левелап. А так мы, может быть, и до следующей формы докачаемся. Это было бы неплохо, однако. Такс. Нужно постараться поднять парочку уровней, пока не дойдут следующего города. А то вдруг-то всё-таки будет гимн. Идти в гимн, разумеется, нужно уже быть подготовленным, так сказать. Уже закалённым в битвах и так далее. И, разумеется, не забывать сохраняться. Ну, либо же всё-таки забывать, а то мало ли. Вдруг я опять запишу тут я на серию без звука, как уже был один раз. Эй, подожди! Куда торопишься? Почему бежишь? Да куда я бегу? Я пешком спокойно иду, я даже не могу бегать, к сожалению. Если бы он бегать, я бы, скорее всего, впечатался бы тебе в лоб своим красивым сапогом. Каблучком. Прямо в харю. Эх, это было бы классно, но, к сожалению, нет. Мы слишком добрые и мирные, чтобы могли, чтобы использовать какие-то читерские грязные приёмчики. Ну, разумеется, спецэффекты простики. Это, опять же, как я уже сказал, достаточно хорошо в плане того, что на них не тратить слишком много времени, как и на анимации, как и на... Ну, всё остальное, в общем-то. Так, простик, оно всё равно со вкусом, я считаю. Третье поколение, оно достаточно уже стабильное и красиво в плане картинки, потому что оно идёт уже не на геймбой колор, не на геймбой обычный, а на геймбой адванс. Что, разумеется, гораздо лучшее. Так. И я даю. Ты хорош в этом. Я даю. Или что, или я сдаюсь, или я признаю это, фиг знает. Время от времени ты можешь найти вещи на земле. Я ищу вещи, которые я уронил, ты можешь мне помочь? Какие-то вещи уронил. Если все эти зелья были твои, то тогда я, конечно, тебя сочувствую, но... Нет, такое дело, в принципе. Так, ну ладно. Эволюционировать, видимо, не получится всё-таки. Но ничего страшного, посмотрим. Опять же, главное то, что я всё равно могу, вон, случить даже битвы с геймлидером, свалить в любой момент. Вернее, в любой момент, если я... ...ничего не начал сражения, чтобы подыщиться и так далее. Уходите из вердянского леса. Впереди город Пьютер. Пьютер. Или Певтер. Ну, хрен знает, как он точно читается. Ты заметил странные деревья на дороге? Они могут быть срезаны специально покемонским движением, я слышал. А, видимо, тонкие они, странные. Многие покемоны живут только в лесах и пещерах. Тебе нужно... ...внимательно глядеть повсюду, чтобы найти разные виды. И типа того. Нет, конечно, особо не надо, мне нужно искать только определённые виды. Ты знаешь эволюционные... ...вернее, сбросы эволюции, технику сброса эволюции? Когда покемон эволюционирует, ты можешь оставить процесс. Техника для поднятия покемона... ...эм... ...таким путём... Ах, ладно, пофиг. Мы и так, это уже знаем, я всё равно это не использую. Я считаю, что покемон должен эволюционировать. Это его, так сказать, стандартный переход по возрасту. Например, Чармандер, изначальная форма, так сказать, маленький ребёночек ещё можно, если можно так выразиться. Да даже в аниме, в принципе, имеет отражение пока маленький ребёночек. Потом он становится, так сказать, подростком Чармелионом. Уже, так сказать, с некоторым своим характером и желаниями, и нежеланием подчиняться своему, так сказать, хозяину. А потом превращается уже во взрослого Чаризарда, взрослого, серьёзного, опасного покемона, который, разумеется, так просто не станет подчиняться мелкому сопляку Эшу Кичуму. Так, ну это я уже заранее проспользовала себе аниме, я пока что ещё не дошёл до этого. Так, ну ладно. Покемонов легче поймать, если они имеют проблему со статусом. Сон, отравление, огонь или паралич, они все эффективны. Но ловить покемона это никогда неоднозначная вещь. Довольно много знает маленькая девочка. Или мальчик, хрен поймёшь, на самом деле, поэтому маленькому спрайту. Покемоны выучивают новые технологии, вернее, новые техники, поскольку, по своему росту. Но некоторые мувы могут быть... Ну, может быть, они могут научиться ими от людей. Да, точнее говоря, им от людей. Так, ну ладно. Конечно, в дизайне городов тоже тут шибко интересных отличий не будет. Это всё-таки всё ещё третье поколение со своими соответствующими минусами. Ну да, ничего страшного. Пссс, ты знаешь, что я делаю? Знаю, ты остановил меня и разговариваешь со мной. Именно так, это серьёзная работа. Ну не знаю, останавливать меня и говорить со мной это не такая уж серьёзная работа. Я распространяю репеллент, чтобы подержать покемонов подальше от моего сада. От твоего сада? Ты же маленький ребёнок, какой у тебя танцы сад? Хотя, конечно, одного роста, но такая разница. Город Пиутер. Город глины и камни, или типа того. Или серого камня, или что-то типа того. Ну понятно, как вообще. Камни и всего прочего. Это даже, так сказать, намекающе. Питренер, не так ли? Брок ищет новых вызовщиков. Следуй за мной. Эй, постой, постой, чувак. Я, может быть, хотел сам по городу пройтись, или типа того. Что-то я потащил насильно. Остановите, пожалуйста, этого чувака. Он мне против моей воли тащит вперёд. Я хочу отойти, оторваться от него. Перегрызть ему башку и так далее. Но я должен идти, к сожалению. Мои ноги сами ведут меня. Они намагничены, видимо. Он меня закипотизировал, типа того. Если у тебя есть правильный став, иди к Броку. Да ни хрена у меня нет. Он даже подлечиться ещё не успел после того, как я пришёл. Куда он исчез, кстати говоря? Хм. Ну ладно, хрен с ним. Клифери пришла из Луны. Вот что говорят слухи. Они появляются... Появились после лунных камней, упавших на гору... Гор Луна. Лунные камни, Луна, Гора Луна. Сколько оригинальных названий, однако, с самого начала игры. Луна, 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 одно и то же всё. Ну ладно. Музей Пиутера, науки. Почему бы и нет? Я люблю осматривать все достопрочательности. Тем более, что в этой игре, опять же, немного. Да-да, 50 рублей и детский билет. Хочешь зайти? Ну ладно. Грабители, блин. Я только-только получил свои 3000 рублей, уже приходится 50 рублей отщёлкивать. То, что попялиться на всё это дело. Ух ты, окаменелась Аэродактиля. Примитивный и редкий покемон. Почему это примитивный? Он вот такой здоровенный и детальный. Почему же примитивный, интересно? Примитивный это всякие рататушки. Окаменелась Кабутопса. Примитивный и редкий покемон. Ну, вообще прям все примитивные, абсолютно. Как будто это вы не примитивные. Долбаные людишки, не умеющие постричь траву на своих дорогах. Я должен быть благодарен за мою долгую жизнь. И я никогда не думал, что я смогу увидеть кости дракона или типа того. Ну ладно, молодец. И что толку, что ты их увидел? Тебе это что-то дало в этой жизни? Я хочу Пикачу. Он такой милый. Я просил моего папочку поймать меня одного. Судя по лицу папочки, он напряжённо думает над тем, стоит ли поймать Пикачу или надавать своей девочке ремнём. Да, Пикачу скоро, я обещал. Нет, видимо, решение уже, так сказать, решено. Кстати, вот эти странные пальмочки в кашках очень похожи на Соника вид сзади. Или скорее на Шэдоу вид сзади. Да, точно, это Шэдоу. Только зелёный Шэдоу. Ну ладно. Мм? Космический Шаттл. Интересно, интересно, он рабочий или нет? Или это Шаттл для Рататушки какой-нибудь? Хм. В этом месяце мы... У нас закончилось место или что? А, закончилось пространство. Не понял, в общем, ладно, фиг с ним. Лунный камень, а? Что такого особенного насчёт него? Похоже на обычную скалу для меня. Метерин, который упал на горе Луна. Это предположительно лунный камень. Ну, теоретически. 20 июля 69-го года. Человечество впервые наступило на Луну в тот день. Я купил цветной телевизор просто, чтобы я мог посмотреть эти новости. Ух ты, интересно. Это чисто такое подтверждение тому, что это альтернативная вселенная наша. Ну, хотя в принципе это так и скрывалось, что это альтернативная вселенная. Просто странно, что с учетом развития нынешней технологии, с учетом наличия покемонов, они полетели на Луну в тот же год, что и мы? Или нет? Или другая дата? Я, к сожалению, не извиняюсь, но я просто плохо закоминаю подобные символические даты. Ну, ладно, ничего страшного. Хорошие вещи могут случаться, если ты повысишь покебона... Не знаю, что я читаю это слово, но ладно. Даже слабые могут удивить тебя, если ты не будешь сдаваться на них. Ну, понятно, понятно. Темная старая дама заставила меня купить эту странную рыбу. Он полностью слабый, стоит 500 рублей. Хм... 500 рублей или 200 рублей, какая-то странная дама, ну хрен с ним. Может быть, я сейчас с ней столкнусь. Такс. Ты проверял музей? Да. Не были эти окаменелости из горы Луна шикарны? Да, я знаю этого мужика, если я сказал бы нет, он бы меня потащил туда насильно. Терпите ему, когда меня насильно куда-то тащат. Замечание. Воры похитили покемоны с покемонской каменелостью с горы Скала. Вот тут, с горы Луна. Пожалуйста, позовите пюртерскую полицию, если у вас есть информация. Полиция? Здесь полиция, что ли? Я, конечно, не знаю, что есть полиция, по сути, но... В аниме полицию составляют исключительно глупые красивые девушки, а в играх просто глупые красивые мужики. Вернее, не красивые, а жирные мужики, которые просто ходят до сюда и ничего не делают. Нидуран, сидеть! Боу-боу! Боу-боу! Странный звук, конечно, для Нидурана. Ну ладно. Наши покемоны... Наши покемоны... Пришельцы, так что с ними сложно разобраться, с ними сложно подружиться, типа того. Пришелец и покемон. Покемон, это покемон, которого ты получил в подаже. Он растет быстро, но он может оберевать непрокачанного тренера в битве. Если бы у нас было больше бейджиков, ну понятно-понятно. Не пришелец, а... Как так сказать? Короче говоря, пришелец снаружи. Это что? Аутсайдер, аутсайдер. А, черт, тих, с ним. Ладно. Ну, качу, я тут еще интересно не исследовал. Городишки, конечно же, городишки все эти, конечно же, маленькие. Здесь ничего особенного ждать не приходится, так что... Это даже хорошо, разумеется. Чем меньше будем задерживаться, тем лучше. Я все-таки надеюсь пройти в этом году побольше покемонских игр. Может быть, даже все из них. Так. Стоп. Вообще, конечно, может быть, и стоило поиграть в версию Pokemon Yellow. Так, да, нужно подкачать Чермандер, подлечить его. Потому что на Pokemon Yellow есть один несмотримый плюс. Там, сказать, больше сюжета есть команда Rocket. Ну, вернее, Rocket Trio. Ну, ладно, это не то, чтобы прям такие плюсы. Это просто всего лишь адаптации аниме. Так, тем более первое поколение всего лишь, поэтому это со всеми минусами. Что? Команда Rocket на горе Луна, а? Я на телефоне, отвали. Ты что, охранял, что ли, ты урод? Чермандер, поджарим задницу. Ну, Чермандер, ну, пожалуйста, ну, хоть кому-нибудь поджарь задницу, а? Это нечестно, что нельзя людям поджаривать задницы. Пу-пуу-пуу. Типа, здесь я должен заснуть. Ну, видимо, я не подаюсь к гипнозу. Зевок. Когда Джекли Пуф поет, покемоны засыпают. Я тоже. Храп. Ну, ладно, почему-то все сталини не засыпать, и я тоже не засыпаю. Видимо, у меня просто стоит блок. Например, психотический. Я никто не сможет заколдовать. Ну, хорошо, почему бы и нет. Такс. Эта карта Канту интересно находится. Сейчас игра не похожа даже. Краска карта. Нехило, однако, мы путь проделали. Мы уже прошли 10% игры, по сути. Ну ладно, конечно, не 10%, а всего лишь процента 3 где-то, или типа того. Ну ладно. Привет, рада тебя встретить. Это непрестанно для тебя. Как-то ещё того, чтобы ответить, чтобы сказать привет назад. Так что давай, скажи мне о себе. Я хотел бы услышать твой профиль. Скажи мне что-нибудь хорошее насчёт себя. Какой твой профиль? Да нет, спасибо. Ах, не будь таким. Ты можешь сказать мне твой профиль. Где ты нафиг сказать твой профиль, блин? Может ещё адрес тебе дать, где я живу. Эм. И ключи от квартиры, где деньги лежат. Такс. Я продаю покемонов с этим ребёнком вон там. У меня есть два пикачу, так что я решил, что я могу одного продать. Хм. Я правда хочу пикачу, так что я отдаю моего Клефери за одного. Интересно, как вы так трейдитесь, даже несмотря на друг друга. Он смотрит куда-то направо, смотрит вверх. Ну фиг знает. Может быть у них у всех есть геймбои с Wi-Fi. Геймбои с Wi-Fi? Странно. Ах, ладно, фиг с ним. Здесь не так уж много серьёзных покемонских тренеров вокруг. Они все типа ловцы жуков, ты знаешь. Просто любители. Но певтерский лидер Брок, это не то что... Это не такой простенький, короче говоря. Ну ладно, ладно. И так уж давайте познакомьтесь с этим загадочным Броком. Кто же этот интересный человек? Может быть мы его где-то видели? Ну разумеется, я конечно, даже до того, как я начал смотреть аниме, я уже играл в эту игру. Я разумеется знал некоторых ключевых персонажей, в том числе и Брока, и Мисти, и Мэй, и прочих там так далее. В общем, сюрприза, разумеется, для меня не будет. Так что ладно. Брок так Брок. Опять же, конечно, здесь сюжет аниме отсутствует, по сути. Здесь просто есть некоторые схожести, потому что в аниме всё равно слишком много своих ответвлений, всего прочего интересного. Ну и разумеется, гиммы в самом начале игры, мягко говоря, маленькие. Это не то что здоровенные гимища в Блэк или в Иксе. Просто крошечная локация, где всего лишь один тренер и один гимлидер. Довольно забавно, конечно же. Ну что поделать. Хая, ты хочешь много мечтать, типа того? Ты посмел мечтать стать покемонским чемпионом? Я не тренер, но я могу дать тебе советы, как тебя победить. Позволь мне дать тебе, провести тебя наверх. Ладно, давай, дадим этому случиться. Первый покемон... А, понятно, это мы так знаем уже. Ладно, ладно, ладно. Ничего нового. Лучше бы рассказал мне, что интересного с этим покемонским лидером. Лидер Брок. Победитель, победивший тренер Блю. Охренеть, только начал игру, Блю меня уже обогнал. Забавно, забавно. Да уж, скоростной урод. Как обычно, в принципе. Stop right there, Criminals come. Ты... Ещё где-то на 10 лет не дорос, чтобы встретиться с Броком. Может быть, может быть. Брок довольно-таки сильный персонаж. У него же есть Оникс. Здоровенное чудовище. Так, ладно. По крайней мере, у меня есть Метал Клоу. Если я не ошибаюсь, это супер эффективно против Скал, так что надо попробовать. Ну-ка, Чарбандер, продемонстрируй свою силу. Может быть, это сработает? Да. Обожаю этот звук, правда, конечно, не слишком сильно сработал, но неудивительно. Всё равно это, конечно, эффективнее, чем использовать Эмбер, потому что, если я не ошибаюсь, к огню они малоуязвимы. Так что надо бить тем, что у нас есть самое лучшее. Ну, не забывать, разумеется, подлечиваться, если есть желание. Просто сбежать назад и всё. Ничего страшного в этом нет, ничего позорного. Сэншу, это граунд, если я не ошибаюсь. Ну, ладно, может быть, его тоже можно раскопать сталью. Ну, нормально, по крайней мере. Удариваю, то хорошо. Так, поджарить. Тоже достаточно эффективно. Нужно, конечно, использовать разные комбинации, тем более, в начале игры опять же разницы не так уж и много, чем бить. Можно бить и неэффективными мувами, которые сами по себе бьют, доносят много урона и могут оказаться даже сильнее, чем в сети Метал Клоу и так далее. Ну, посмотрим. Левел ап, хорошо. Чёрт. Эм, лёгкие года, и это не время, это дистанция. Ну и что? Ах, ладно, фиг с ним. Что? Чермодер эволюционирует? Быстро, не так ли? Поздравляю, ваш Чермодер эволюционировал в Чармиллиона. Уря. Хе-хе. С самого начала, и такая простая эволюция. Ну ладно, ты довольно горяч, но не так горяч, как Брок. Да? Я смотрю на этого парня и не могу понять, что был горячим. По-моему, у него запор, судя по его сомкнутым глазам. Хм, ну ладно, фиг с ним. Прежде чем сражаться с геймлидером, уж схожу и подлечусь лишний раз. Поэтому, так что извините, что это такая задержка. Но всё-таки, это будет выгоднее, чем просто идти, так сказать, вслепую. Я всё-таки не хочу недооценивать того, кто может меня порвать. Ну, это же всё-таки начало игры, даже не стоя то, что я уже покачал своего Чармандера до более высокой эволюции. Это всё равно ещё ничего особо не значит, так сказать. Это означает, что нам будет легче качаться, мы будем быстрее повышать свои статы. Но, тем не менее, это всё ещё не означает, что я, типа, весь такой себя идеальный. Так что, ладно уж. Идём надирать задницу Броку с полнотой, так сказать, здоровья. С полной уверенностью в своей победе. Ну, теоретически, разумеется. Просто, опять же, если я не ошибаюсь, я проходил эту игру без проблем особых. Прохотил её Чармандером, Чармиллионом, Чаризардом, соответственно, без всяких задержек меня никто не побеждал. Потому что я уже успевал покачиваться заранее. Разумеется, после опыта нескольких покемотских игр уже начинаешь лучше понимать, что тебе нужно делать, какие тебе мувы надо использовать, как тебе нужно прокачиваться и так далее. Так что, ладно. Давай, Брок. Это, конечно же, не аниме и я не эш, поэтому, скорее всего, он не пойдёт со мной в приключения. Но, что поделать. Может быть, он пойдёт за эшем в будущем. А может быть и нет. Итак, ты здесь. Я Брок. Я геймлидер Горда Пютер. Мои скаль... Круто-скальная сила воли распространяется даже до моего покемона или типа того. Мои покемоны все круто-скальные и имеют... Короче, в реале они непробиваемые, да и всё, можно просто сказать. Именно так, мои покемоны все скального типа. Фу-ха-ха, ты собираешься вызвать меня, зная, что ты проиграешь? Это честь тренера, что заставила тебя вызвать меня. Ладно тогда, покажи мне своё лучшее. Лидер Пок хочет подраться. И Mannsen. Так что вирус нет? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ТМ-39 неплохо... ТМ-техническая машина, содержит технику для покемона. Использование ТМ-а позволяет выучить мув для покемона. ТМ хорош, но ТМ используется только один раз. Да. Так что когда ты его используешь, выбирай покемона правильно. В любом случае, ТМ-39 содержит рок-томб. Оно вращает скалы вокруг цели и понижает его скорость. Здесь есть все виды тренеров в этом огромном нашем мире. Ты достаточно одарен как покемонский тренер. Так что позволь мне дать тебе совет. Иди в гимн в городе Сирулян и протестируй свои способности. Ну ладно. Все, спасибо тебе, Брок. Прощай. Мы про тебя тут же получено забываем. Пока ты там будешь бегать с Эшем и Мистей в альтернативной вселенной. Именно что альтернативная вселенная от этой альтернативной вселенной. То бишь, эта альтернативная вселенная, это альтернативная вселенная нашей вселенной. А альтернативная вселенная в аниме, это альтернативная вселенная этой альтернативной системы. Тьфу-те. Альтернативная вселенная нашей альтернативной вселенной. В общем, понятно, короче говоря Три разных вселенных, наша вселенная, вселенная, этих покемонов и вселенная покемонов из аниме Нужно это, конечно, учитывать Фух Я, конечно, слегка испугался, когда начал меня рвать Оникс Хорошо, что это его атака не слишком точная оказалась Да уж, опасная сволочь Как я и говорил, в общем-то Я хоть и побеждал в прошлый раз без сова напряга, но Похоже, я немножко себя переоценил, так что Да уж, извините Ну ладно, по крайней мере, не проиграл, а то хорошо Фух Такс Диклицкейф, очевидно, пока что недоступен, потому что нам нужен мувкет Чтобы пройти мувкет, чтобы пройти там на Схуду дорогу, так что придется просто идти теперь на запад Фух Я просто все еще нервничаю после этой битвы Я просто испугался, что сейчас проиграй, придется начинать все заново, всю эту серию и так далее Просто будет позорище Ну ладно, фиг уж с ним Ну-ка, что тут интересненького О, Джон Я рад, что поймал тебя здесь Я ассистент профессора Оука Он попросил принести тебе вот это, так что получай Джон получил бегающие кроссовки от помощника Джон переключил кроссовки с бегающими кроссовками Возьми кнопку Б, чтобы бегать Это... Но только так, где можно веселиться Что ж, я должен возвращаться в лабораторию Пока-пока Странно, конечно, что профессор передал мне кроссовки Здесь прилагается письмо Дорогой Джон Вот пачка бегущих кроссовок для моего любимого вызовщика Запомни, я всегда за тебя болею Не вздумай сдаваться от мамы А, так это от мамы, а не от профессора Ну ладно, фиг с ним По крайней мере, теперь можно бегать с гораздо большей скоростью Это уже радует, наконец-то Я уже задолбался ходить пешком везде Ура, я теперь снова летаю, как ветер Как Соник Как... Ладно, короче говоря, я просто бегаю, да и всё Это уже хорошо Будем быстрее пересекать все местности вокруг Ну, разумеется, драться со всеми подряд Так, стоп-стоп-стоп Куда я собрался драться-то? Я подлечу покебона или нет? Я всё время это забываю Так, Покедекс-то хорошая вещь Дома обычно не заглядываем, всё равно ничего делать Всё, все готовы Мы можем идти дальше в новое приключение, так сказать Так, ну хорошо Разумеется, дороги здесь, принципе, достаточно просты Поэтому не стоит ожидать никаких известных фабиринтов Или красивого чего-нибудь Простите меня Вы посмотрели на меня, не так ли? Ни хрена, я тебя не посмотрел Я вообще шёл в бок А у меня что, глаза на боках, что ли? На висках или типа того? А, понятно Говорю, теперь просто очередная какая-то мелкая шлюшка Которая кажется, что я на неё посмотрел Что за бред в самом деле? Почему? Чтобы вызвать на битву Нужны такие безумные, бессмысленные поводы Довольно-таки странно Так, ну ладно Левел ап Я пока ещё не определился с размером серии Может быть, стоит записывать 33 минуты Или 30-35 минут Или 40 минут Фиг его знает В общем, пока желание играть не пропадёт Конечно, не могу здесь долго засиживаться Всё-таки Время идёт Работа и всякое проще Поэтому, может быть, я много в серии в день не буду записывать Но ничего страшного Ты урод Вот нихрена себе Сама скотина тупая, блин, сволочь Курва Тебе не стоило пялиться, если ты не хочешь сражаться Я могу просто дать тебе похарю Но, к сожалению, я этого не могу сделать Мне тут придётся просто игнорировать это И идти дальше, эти оскорбления Эй, я видел тебя в лесу Веридиана Как ты меня видел вообще? Если сейчас вернусь в лес Веридиана Я найду там тех же самых людей на самом деле Так что он не мог меня видеть Это просто какой-то... Хотя, может быть, это он же из будущего Один из этих ловцов, которых я уже побил Ну, фиг знает Или, может быть, это просто свидетель, который увидел меня, испугался и убежал Такс Это было бы неплохо И Крита суперэффектив Круто, всегда бы так, однако Такс Но, к сожалению, я не знаю, чьи это повышение вероятности удара Критом Так Ладно Говорится, что если погаснет хвост Чармандера, Чаризарда, Чармиллиона То он погибнет Но почему-то, если... Почему-то, если меня атакуют водная атака Вернее, не меня, а моего покемона То он почему-то остается жив-здоров Ну, может быть, конечно, и пострадает немножко, но тем не менее Он не погибнет И... Погасание пламени на его хвосте вообще невозможно, по сути Ну, нафиг его знает В аниме там покемон постоянно убегает от любых источников воды Чтобы не упасть и не потухнуть Ну всё, он не понимает, как это работает Ты побил меня снова Снова? То есть я его уже бил? Хрен узнает Может быть, себя распланировал этот парень Здесь есть другие типы покемонов, которые... Которые ты можешь найти Вернее, кроме тех, которых ты можешь найти в лесу Спасибо, Крепли Они комфортабельны и легки для ншения Понятно, понятно Разработчики очень любят пихать этих тех же людей С одним и теми же репликами во все игры Поверь, я в Вик И я в Покемон Икс видел Это же самое лицо И эти же самые реплики про штаны, которые легко носить Вернее, шорты Тоже мне, блин, серьёзная, интересная фраза Так Может, поджечь его напрочь, а? Вместе с его шортами Интересно, как он будет берет С подожжённой задницей Так Вот уже, собственно, разница в шесть уровней Уже сказывается на этом хорошо Эконс Ух ты Знакомое лицо Так, ну ладно И пугающее Так, интересно, чем его можно замочить Эмбер, это понятно Может быть, он на металл клоу интересно отреагирует Ну-ка Ядовитый тип Не знаю, правда Да, суперэффективно Или нет Перепутался Перепутался звук Нанесения урода Ну ладно, хрен с ним Сжечь так сжечь Гори в аду, Эконс Готов Левел ап Так, ну пока что, да И атака специально атака Идут вровень, по сути Защита немножко ослаблена Но, в принципе, тебе тратится Как атака бить, по сути Это хорошо даже Я не верю в это Кто тебя спрашивает Веришь ты или нет Сопляк Так Ты используешь Покемонский центр Компьютер Покемонского центра Чтобы сохранить своих покемонов Вернее, используешь Или ты Да, это был вопрос Каждый Каждая коробка Может держать до 30 покемонов Ну, это понятно Мне это особо не нужно Всё равно Нифига тут народу Блин, 50 человек Ты тренер? Давай Подерёмся прямо сейчас Ну, конечно Вообще, в этом опять же Главный минус этой игры Я уже по нему, кажется Упоминал один раз То, что Дороги здесь не шибко Не шибко изощрённые Здесь не так уж много Ландшафта и всего прочего И красивых пейзажей То есть очень много тренеров Очень много в том плане Что действительно толпы По сути От них можно пытаться Увернуться Но где-то нет смысла Правильно? Нам ведь нужно качаться Нам нужно становиться сильнее Нам нужно развиваться И иметь уверенность в будущем Так сказать Не особо хочется Выбора у нас нет Нас никто всё равно не спросит Хотим мы или нет драться Так Так что ладно Ах, нет Всё-таки не надо использовать Очевидно, такую атаку Надо бить Всё-таки чем-то более эффективным Так Ладно Вот смысл покемонам драться Если они даже не могут шевелиться У них нет конечностей Так Ну ладно Следующий Разумеется, все рожи одни и те же Потому что это же самое первое поколение Наверняка есть уже третье А не первое Всё-таки покемонов всё ещё довольно-таки мало Так что Они быстро будут приедаться И запоминаться, разумеется Ну в принципе как обычно В каждой игре серии Ведь всё равно Есть всего лишь один список покемонов И Все остальные покемоны Из других поколений Появляются довольно-таки редко А основную часть Составляют именно одни и те же рожи И те, как говорится С ними драться Драться и драться Они постоянно Типа за далбы Типа хари одни и те же Но ничего не поделаешь Потому что такие разработчики Жадные Новые покемоны появятся Только после завершения Покедекса К сожалению Или после завершения игры Да Если бы у меня был новый покемон Я смог бы победить Ну да-да-да Молодец Как бы тебе своих мало В покемонской коробке Если покемонская коробка заполняется Просто переключитесь на другую коробку Ну хорошо Полезные сведения Замерли тут повсюду Эти Блин Засады долбанные Эй Ты не носишь шорты Что не так с тобой Э Может быть то, что я старше Может быть то, что я уже вырос Шорт Просто если посмотреть на меня Я, конечно, тоже небольшой Так сказать По возрасту Кстати говоря Забыл упомянуть То, что имя этого персонажа Оригинальное Ред Ну, понятное дело, конечно Ред и Блю Недаром оно называется Всё так Разработчики Тогда не всём попытались Экспериментировать С именами Поэтому ничего удивительного Что они так банально Называются Как пользоваться Вообще своего ребёнка Ред То бишь красный Потому что он родился Красным Или типа того А Блю Тогда родился голубым А это неплохая мыс На самом деле Надо бы ему Как-нибудь высказать Это в лицо То, что он родился голубым Так Поиграл, поиграл, поиграл Или потерян, потерян, потерян Или остаться в живых Остаться в живых Остаться в живых Как название Оригинального сериала Я всегда ношу шорты Даже зимой Это моя политика Ну, дебилы, что ж Отморочите себе Все своё хозяйство И будете потом Прекрасная политика Лежать в больнице И лечить всё это дело Такс Этот взгляд Который ты дал мне Он так отрегует? У меня что В самом деле Глаза на висках Или типа того Как я могу смотреть на них Что за бред? Эти дебилки мелкие Уже настолько просто Забочены взглядами на себя То, что они Придумывают Как будто я на них пялюсь Это просто нечестно Я же просто иду Никого не трогаю Починяю примусы Ой, кошмар Ну ладно Всё равно покачка Это ладное дело Так что Драться, драться И рвать всех на куски Это всё равно полезно Левел ап Хорошо Что-то атака медленно растёт Плоховато, конечно Так Нидоран Я, кстати говоря Так и не понял Этот странный выбор В начальной кат-сцене Когда дрались между собой Нидоран И Как его там звали Генгар, кажется Так Не понимаю Это странный выбор, конечно Но ладно И к с тем Так Ну, в самом деле Ты не маскот Вы не просто Заменитые покемоны Почему? А Ну, отлично Теперь ещё и заразился Вернее, отравился Придётся бежать теперь назад Срочно Будь хорош Да, спасибо Я об этом подумаю Курица мелкая Ты можешь уклоняться от бит Просто не глядя на Вернее, не позволяя Тренеру тебя увидеть Так Набежать назад, назад, назад Скорее Пока мой Чармандер не сдох Так Держись, Чармандер Вернее Тьфу ты, Чармандер Чармиллион Я почти дозащил тебя Каждое Это вот дрожание экрана Означает, что покемон Получает, кажется, урон Правда, какой урон Получает, даже не знаю Там, одну единицу Может быть Или пять единиц Сразу Без понятия Ну, это, конечно, не страшно Благо, что всегда можно Подлечиться на месте Но я просто сейчас Не хочу это делать Потому что у меня Все-таки есть зелия И так далее Кстати говоря, да Почему-то в зданиях В зданиях В этой игре нельзя бегать Как ни странно Это довольно неприятно Потому что здания Все-таки встречаются Типа, большие здания Типа, подземелья там И прочих подобных локаций Ну и подземелья, конечно Я имею в виду Ну, в общем, секретных Штабов и прочего Так что это все-таки проблемно Ну, ладно Я сражусь с тобой С покемона, который я то, что поймал Ну, нужно, конечно, завершать серию Я же подзасиделся Ну, в принципе, ничего страшного Так Две серии на сегодня В поле достаточно Я хорошо так продвинулся Так что, пожалуй, да Сейчас замочим этого катерпи На нем закончим пока что Ну, он уже практически Двадцатый левел И можно, в принципе, не тратить Время сейчас на то, чтобы Качаться в дикой В диких условиях На диких покемонах Так Обычных родцев Вполне на это хватает Так, ну ладно Музыка, конечно Музыка, к сожалению Одна и та же, если не ошибаюсь На всех тренеров вообще Потому что я стою на тренеров Вражеской команды На тренеров вражеского босса Потому что, по крайней мере, я эту музыку Не нашел нигде Поэтому, очевидно, так оно и есть Ну, что поделать Это пока еще все еще первое поколение Поэтому Ничего удивительного, что все осталось так, как было Закончил как ужин Забавная фраза Надо ее запомнить себе Так Тренированные покемоны сильнее, чем дикие Спасибо, Кэп, кто бы не догадались Так Ага Походу, у нас идет еще серьезное препятствие И не одно, видимо Так Мне просто интересно пока что Дойду ли я к какой-нибудь цели сейчас Или все еще нет Нет, очевидно Тут еще кто-то торчит повсюду Ну, ладно, в принципе Мы пока что дошли до достаточно Такое большое расстояние Так что Подзадержусь пока что Отдохну немного И потом столкнусь с этой маленькой цыпочкой Порву ее, как всех остальных Так Может все-таки поймать Пиджи? Даже не знаю Так По идее, есть в этом смысл Все, он потом может быть его выпустит Если он будет не нужен Ну, ладно А, черт Пиджи сдох Не вовремя так Ну, ладно В следующий раз поймаем Значит Ничего страшного Все Ну-ка Стоит отметить Такой-то наш маршрут Так сказать Но мы пока что Недалеко подвинулись Еще придется идти Довольно-таки далеко На четвертую дорогу И Город Тируля Находится Аж в другом краю региона Хм Да Похоже это надолго Очень надолго Но ничего страшного Регион все равно небольшой Мы здесь слишком долго Сдерживаться не будем Определенные уж не 30 серий Так что Продолжим Следующие серии Завтра уже Пока что стоит Немного подготовиться К этому Может быть не рачаться На дикой траве Но все равно Хотя бы сменить надпись внизу Пускай она на каждой серии Будет по-разному выглядеть С этими теми же лицами Иконками Так Ну хорошо Но пока что Всего лишь только начали Наше путешествие Она будет еще довольно-таки Длинная Может быть и не очень длинная Но все равно Полном приключений И прочих интересных моментов Наверное А пока что Стоит отдохнуть И подготовиться К следующему Завтрашнему походу Он будет все равно Таким же Опасным Как и сегодняшний Может быть даже еще опаснее Фик его знает Я пока что этого всего не помню